Ультрасовременный центр весенний призыв и воскресенье Христова. Православные верующие отмечают светлый праздник Пасхи. Какова цена спасения? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто увидел все своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Плата по счетам, билет со скидкой и мотивация сотрудников. Май принес в жизнь белорусов целый список изменений. Что стоит знать? Таможня дает добро. В Бобруйске открылся новый транспортно-логистический центр. Бобруйск занимает второе место. Это после города Могилёва. В чем его уникальность? Новое пополнение. В стране завершается весенняя призывная кампания. Я считаю, в армии должно служить каждый. Ведь армия из мальчишки делает мужчину. Кто отдаст долг родине? Укол от коронавируса. В Бобруйске продолжается прививочная кампания. Я уверена, что прививку делать необходимо. Для того, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих людей. Как пройти вакцинацию? Добрые люди. Активисты БРСМ помогают ветеранам Великой Отечественной. Очень горжусь, что вы теперь такие. Какой фронт работы. Возобновление рейсов, трагичный фестиваль и заветная статуэтка стали известны обладатели Оскара. Что стоит посмотреть на досуге. Впервые в Могилевской области. На базе Бобруйск-Белтамош-сервис открылся ультрасовременный транспортно-логистический центр. За полтора года строители произвели модернизацию инженерных сетей, полностью обновили фасад здания и помещения внутри. Все с учетом последних мировых тенденций. Все подробности прямо сейчас. Бобруйск-Белтамош-сервис. 9 утра. На территории поста многолюдно. Сотрудники при параде в глаза бросается яркий фасад. Одним словом, настоящий праздник – открытие нового транспортно-логистического центра. Ключ вручают начальнику Могилевского филиала. На пути остается лишь красная лента. Перерезают ее первый заместитель председателя гор-исполкома Игорь Кисель, глава Белтамош-сервиса и начальник областной таможни. При входе в здание – показательный стенд. До и после. Действительно, Бобруйский таможенный пост изменился до неузнаваемости. Например, взять рабочие кабинеты. Отныне здесь самое современное оборудование. Работы велись с одним главным условием – чтобы клиентам было комфортно. Произведена также модернизация инженерных сетей. Полностью обновлен фасад здания. И это все за полтора года. В общем объеме оформляемых деклараций на сегодняшний день Бобруйск занимает второе место. Это после города Могилева. И количество деклараций, которые выпускаются на посту, составляет на уровне 46%. Это же касается и количества денежных средств, которые перечисляются в бюджет Республики Беларусь. Это тот случай, когда вторыми быть не стыдно. Бобруйск – один из крупнейших транспортных узлов Беларуси. И если не все, то многие дороги ведут в наш город. Плюс крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию в десятки стран. Поэтому решение о реконструкции транспортно-логистического центра становится обоснованным. Вы видите сами обновленные корпуса, обновленная территория. Сократилось на много времени обслуживание всех таможенных дел. Сердзаного центра – складской комплекс терминала. Здесь возможно напольное и стеллажное хранение товаров. Как тех, которые находятся под таможенным контролем, так и тех, что не попадают в юрисдикцию поста. Площадь крытой склада терминала – почти 6,5 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь может храниться 278 грузов и обслуживаться 50 машин. Грузы доставляются как авто, так и ЖД-транспортом. В программе визита еще два пункта. Первая локация – Площадь Победы. Возложение венков и цветов в память павших героев. И в завершении – открытие фирменного магазина «Белтаможсервиса» на Советской 97. Таможня дала добро. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Запись на тест, льготы в электричках и по полному тарифу. Незанятые в экономике будут больше платить по счетам. С чем это связано? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Повышать зарплаты в Беларуси будут по-новому. Теперь сотрудникам госпредприятий можно платить больше без привязки к производительности. При этом, если результат труда конкретного подразделения выше, чем в среднем по организации, его работники могут рассчитывать на отдельное повышение. В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума. Теперь отправная точка для перерасчета – 273 рубля 27 копеек. Это на 4% выше по сравнению с нормативом, который действовал ранее. Пропорционально этому росту изменятся и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплаты пожилым, пособия по уходу за инвалидом и семьям, воспитывающим детей. Для пенсионеров ввели 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Льгота будет действовать до конца октября на время сезонных сельскохозяйственных работ. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Его необходимо иметь при себе и при проезде. В мае из тех, кто попал в базу незанятых в экономике и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление. Ранее только за горячую воду. Также белорусам в 2020-м, получившим доходы, которые подлежат декларированию и по которым насчитают, надо уплатить его до 1 июня. В стране началась регистрация на централизованное тестирование. Подать заявку абитуриенты могут до 1 июня. Для того, чтобы пройти тест в резервный день, нужно записаться со 2 по 9 июля. Заявление заполняется на одном из государственных языков. К слову, в этом году зарегистрироваться на ЦТ можно и онлайн на сайте РИКС. Пасха – самый древний и важный праздник богослужебного года. К светлому Христову воскресенью верующие готовились 48 дней – Великий пост и Страстная неделя. В чистый четверг православные вспоминают о страданиях Спасителя. Согласно Евангелию, в этот день состоялась Тайная вечеря. Иисус омыл ноги своим ученикам, помолился к Гефсиманском саду и был предан Иудой. Затем предшествовала Великая пятница – время осуждения и публичного распятия Христа на Голгофе. Что для вас Пасха? Светлый праздник, всегда сопроводим его, встречаемся с семьей, приходим в церковь. Родители уже нас так приучили относиться с благоговением к этому дню. Мы так выросли не в особой вере, конечно, но мама всегда говорила, не веришь в Бога, ну и не ругай его. Священный праздник, поход в церковь обязательно, булки, яйца. Накануне Светлого дня, Великую Субботу, весь мир уже предвкушал воскресение Христова. По традиции – последние приготовления. Бобруйчане посетили церковь, благословили пищу. Очереди выстроились около всех храмов. Освящается проношение сия, окропление воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Пасхальная служба началась в полночь субботы на воскресенье. Вся она – торжественный гимн примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Сотни жителей города со своими семьями посетили храмы этой ночью. А уже после – праздничный стол. Главные атрибуты – крашеные яйца, кулич и творожная Пасха. Дорогие жители нашего города, сердечно поздравляю вас с светлым праздником воскресения Христова. Этот праздник называется у нас праздником праздника торжества и торжеств. То есть самый великий, самый значимый. И готовились мы к нему тоже великим постом. И вот он пришел в наш город, и во всем мире его отмечают. Смысл праздника очень великий и значимый. Ведь Христос воскрес из мертвых, значит, и нам дарует жизнь. Он победил смерть, победил грех, победил дьявола. Святитель Николай Сербский, великий богослов и проповедник прошлого столетия, он говорил так. Было много побед, но здесь была одна проблема. Был победитель и побежденный. Одни радовались, другие огорчались. Одни унывали, другие восторгались. А вот есть единственная победа в этом мире, которой должны радоваться все люди, без исключения. Это победа Христа над смертью. Печалиться может только дьявол. А нам всем нужно радоваться этой великой победе, которая была куплена кровью самого Иисуса Христа. И поэтому Святитель Иоанн Златоуст в огласительном слове на Пасху говорит так. Постившиеся и непостившиеся, все насладитесь пира веры. Те, кто поленился и кто потрудился, пусть тоже почтят этот праздник. Ибо трапеза, приготовленная самим Господом Иисусом Христом, пусть никто не отойдет от нее неутешенный. И поэтому сердечно поздравляю вас, благочестивые жители нашего города, с этим великим торжественным днем. И пусть радость пасхальная озаряет наши сердца, наши дома, наши семьи. Пусть благодать Божия воскресшего Христа помогает нам в преодолении трудностей самых различных. Пусть светлое Христово воскресенье войдет к нам навсегда, чтобы жить со Христом и быть с Ним. А быть со Христом – это иметь жизнь вечную. А что еще может быть ценнее, чем жизнь вечная? Поэтому поздравления вам, благополучия, мира душевного, крепкой веры вам и с праздником Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Праздник Пасхи каждый год отмечают в разные числа месяца. Но всегда торжество приходится на воскресенье. Считается, что именно в этот день начинается истинная весна. Светлое радостное утро новой жизни. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Долг каждого мужчины в Беларуси завершается весенняя призывная кампания. Ряды вооруженных сил пополнят порядка 10-ти тысяч новобранцев. Среди них 350 бавручан. В эти дни в военных комиссариатах завершается медобследование молодого пополнения. Проходя заседание комиссии, определяется место службы будущих солдат. Подразделения самые разные – от мотострелков до сил специальных операций. Я считаю, в армии должен служить каждый. Ведь армия из мальчишки делает мужчину, чтобы защищать свою родину, своих родителей, свое отечество. Служиться ребята будут в различных частях города Минска, Борисова, Могилева, Гомеля. Внутренние войска, органы пограничной службы, части комитета госбезопасности, вооруженные силы. Это и спецназ, и ВДВ, мотострелковые части. Особенностью очередного призыва станет возможность службы в резерве студентов белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, которые изъявят такое желание. Отправка войска начнется 14 мая. Военную присягу новобранцы примут 12 июня. Сертификаты вакцинации белорусам начнут удавать антиковидные документы. В них укажут название препарата и медучреждения, а также паспортные данные пациента. А тем временем в Бобруйске продолжается прививочная кампания. Подключились и предприятия. Наталья Странковская в ожидании прививки от коронавируса. Сперва медики обследуют девушку, измеряют температуру и давление, вносят все необходимые данные в бланк и только затем антиковидный укол. Следующие 30 минут инженер-лаборант красного пищевика проведет под присмотром специалистов. Так проверяют реакцию организма на вакцину. Я советую прививаться, потому что все-таки это наше здоровье. И вирус, мы от него никуда не уйдем. И все-таки вакцина, ну это хорошая альтернатива, чтобы защитить свое здоровье. Поэтому я за прививкой. В ряду желающих привиться директора кондитерской фабрики Сергей Уняховский показывает личным примером. Бояться нужно не вакцины, а болезни. Первоначально на вакцинацию не откликнулось большое количество наших работников, хотя мы прошли этап заболеваемости в ноябре, в декабре месяце, в марте месяце был рост. И сейчас как руководителю, понятно, мне хочется оградить коллектив, чтобы сохранить производительность от данной болезни. В прививочной кампании подключается и Бобруйск-Агромаш. Перед походом в медпункт с коллективом агрохолдинга встречаются депутат палаты представителей Владимира Гацко и главный врач Бобруйской центральной больницы Оксана Крупенич. Говорят, специалисты о многом, но большую часть беседы посвящают вакцинации. Чтобы справиться с пандемией коронавирусной инфекции, сегодня ясно, что одних ограничительных мероприятий недостаточно. Необходимо выработать коллективный иммунитет, то есть чтобы у большого количества населения была защита против коронавирусной инфекции. Одним из самых деятельных способов – это, конечно, вакцинация. Не забывают агромашевцы и про благодарность медикам. В очередной раз поддерживают врачей деньгами. Сертификат на 2000 рублей передают седьмой поликлинике. Спасибо вам огромное, что вы вместе с нами. Так что мы вам... Спасибо большое. От слов к делу. Первую прививку от COVID-19 получает генеральный директор «Баврус Агромаш» Надежда Лазаревич. Следующие в листе ожидания – руководители подразделений и рядовые сотрудники. На сельхоз предприятия сейчас вакцинированы 10% работников. В ближайшее время этот показатель увеличится в 6 раз. Конечно, волновалась. Я живой человек, поэтому какие-то сомнения были. Изучала, читала. Слушала уже тех, кому сделали прививку. Узнавала, какая симптоматика. Но я уверена, что прививку делать необходимо. Для того, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих людей. И, конечно, мы будем прививаться и всем холдингам. Напомним, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения Беларуси. Вакцинация разрешается лишь совершеннолетним. Поэтому от количества взрослых, которые сделают свой выбор осознанно, зависит здоровье как членов семьи, так и национальная безопасность. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. По заслугам и награда. В Бобруйске обновили доску почета. Ее открыли символично в День труда. Здесь занесены победители городского конкурса социально-экономического развития за 2020. Среди признанных лучшие предприятия промышленности, учреждения здравоохранения, образования и социальных услуг. В их числе Славянка, заводы крупнопанельного домостроения, биотехнологий и растительных масел, филиал Евроторг, а также спецавтопредприятия и центральная больница. Малая лепта. Активисты БРСМ оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны. В доме Екатерины Богдан молодежь – частые и желанные гости. О добрых делах далее. Подвиги войны остались в далеком прошлом. Школьники учат давние события по учебникам, фильмам и рассказам бабушек и дедушек. Но Екатерина Богдан знает о тех днях не понаслышке. Еще девушкой она прошла войну. Работала медсестрой в госпитале. Победу встретила в Германии. Звание старшего сержанта медицинской службы. В марте ветерану исполнилось 99. Признается, не все ей дается с такой легкостью, как раньше. Поддерживает родная дочь. Но и этого не всегда достаточно. К счастью, подрастающее поколение не бросает. Оказывает всяческую помощь. Очень горжусь, что вы теперь такие, что не отказываете мне ни в чем. Вы приходите и помогаете. Любите свою родину. Ребята из медицинского колледжа понимают, как важно уделять внимание ветеранам войны. Это меньшее, что можно сделать для героя. Городской союз молодежи регулярно подставляет плечо. Зимой фронт работы снег, весной трава и огороды. Даже самая малая помощь здесь на вес золота. Мы постоянно оказываем помощь ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. По наведению порядка в домах и на дворовых территориях нам очень важно не оставить ни одного из них без внимания. Чувство долга вело их к победе. И такое же чувство руководить сегодня молодежью по отношению к этим уважаемым людям. Пришли, вот ребята копают, помогают, убирают листья, тут деревья немножко подбеливаем. Большое спасибо. У нас растет хорошая смена. Помощь здесь взаимная. Общение со старшими идет только на пользу. Кто-то узнает про растения и цветы, кто-то учится сажать рассаду, а кто-то вдохновляется историями из молодости. Но без сомнения в каждом шаге здесь связь поколений. Карина Гуревич, Андрей Богдан. Итоги недели. Горячий Восток. Омраченный праздник и шестилетняя пауза. Россия и Египет возобновляют авиасообщение на курорты Красного моря. В чем суть? Далее обзор громких мировых заголовков. На фестивале ортодоксальных евреев в Израиле на горе Мирон рухнула одна из трибун. Возникла давка в узком проходе. Погибли 44 человека, около 200 получили ранения. Пример министр страны назвал произошедшее тяжелой катастрофой. Из-за большой плотности толпы изначально экстренные службы не могли свободно проехать к раненым. К эвакуации подключилась и армия. В Ираке горел госпиталь. Сообщается о 82 жертвах. Еще свыше 100 человек ранены. В коронавирусном отделении одной из больниц, где находились аппараты для искусственного дыхания, взорвались баллоны с кислородом. За считанные минуты пожар разошелся по этажам. Огонь тушили всю ночь. Среди причин называют короткое замыкание или халатность. Министр здравоохранения уже получил отставку. В Ираке трехдневный траур по погибшим. Кыргызско-таджикская граница стала зоной боевых действий. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Уже известно о раненых, в том числе и среди мирного населения. Кыргызстан заявлял об эвакуации, а Таджикистан призывает людей успокоиться и разойтись по домам. Сейчас в Бишкеке проходит митинг. Более сотни граждан Кыргызстана требуют, чтобы президент Жапаров лично приехал на таджикскую границу. Россия и Египет возобновляют авиасообщение на курорты Красного моря. На формирование программ полета у туроператоров уйдет одна-две недели. Рейсы между странами были отменены в ноябре 2015-го, после того, как потерпел крушение самолет российской компании, летевший из США Ром и Шейха в Санкт-Петербург. Тогда жертвами катастрофы стали 224 человека. В сентябре 2020-го перелеты в Каир стали возможны, но чартерные рейсы на курорты Красного моря остались под запретом. В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». Земля кочевников стал главным триумфатором церемонии и получил три статуэтки за лучший фильм, режиссуру Хлоя Джао и лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорман. Лучшим актером признали Энтони Хопкинса, сыгравшего пожилого мужчину с деменцией в отце. Для зарубежных гостей организовали локации в их странах. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова